Каждый третий и четверг ноября мир охватывает радостное божжуле истерия. Торговцы вином, импортеры, маркетологи объявляют праздник молодого вина и радостно потирают руки в предвкушении быстрой выручки. Божжуле ново прибыло! Зазывно кричат они, а потребители сметают с полок бутылки с яркими этикетками. А вот сами-то французы не очень любят это вино и практически его не пьют. Сегодня я расскажу вам, почему так случилось и что не так с божжуле. Интересно? Меня зовут Алексей Капуста, я создатель винной школы онлайн Витиспро. Если вы хотите разбираться в вине лучше, чем сейчас, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк этому видео. Мы говорим о вине человеческим языком и делаем это увлекательно. Итак, начнем с того, что божжуле ново – это молодое вино из региона под названием божжуле, сделанное из сорта винограда гаме. Этот сорт отличается своей поразительной неприхотливостью. Он хорошо растет на гранитных почвах, не боится болезней и дает высокую урожайность. Еще один огромный плюс для винодела – эти лозы не нужно подвязывать, ими так неплохо. А главное, вино из него можно делать очень быстро, буквально за 6-8 недель. Фантастика, не правда ли? В связи с этим французские крестьяне веками выращивали этот сорт и делали из него простенькое вино, которое с удовольствием и выпивали. А вот французской знати вина из гаме не понравились. Вельможи, короли еще в далеком 13 веке были безнадежно подсажены на пинонуар, восхищаясь тонким ароматом и вкусом этих вин. Каково же было их возмущение, когда в 14 веке виноделы стали подмешивать к благородному пинонуару этот плебейский гаме? На самом деле этих купажистов можно было понять. Европу в те годы косила эпидемия чумы и вымирали целые поселки, поэтому ухаживать за привередливым пинонуаром было попросту некому. А вот гаме и без этого отлично рос. Чтобы искоренить эту традицию, французский король Филипп II, храбрый, приказывает выкорчевать все лозы гаме. Он называет этот сорт коварным и дурным от природы и утверждает, что он унижает достоинства бургундских вин. Так Филипп II попытался защитить пинонуар, которым он был намерен засадить освободившееся место. Этот указ мог бы поставить крест на существование сорта гаме и лишить человечества праздника молодого вина. Но, как вы уже поняли, что-то пошло не так. Крестьяне не спешили расставаться с полюбившимся сортом. То есть лозы в тот период действительно выкорчевывали, но далеко не везде. Особенно гаме прижился хорошо в бургундском субрегионе Божоле. Здесь надо сказать, что Бургундия всеми силами открещивается от Божоле, выставляя на показ свои знаменитые шардонеи и пинонуары. Но факт остается фактом. Именно здесь находится место, которое прославилось своим молодым вином. Кстати, в 1937 году Божоле получила статус АОЦ. При этом долгое время их молодые вина не допускали к продаже раньше 15 декабря. Однако в 1956 году его разрешили продавать, начиная с 3-го четверга ноября, указывая на этикетке пометку «НУВО». Так Божоле стало единственным вином, которое можно пробовать молодым. Всем остальным нужно как бы отлежаться. В итоге в 1960-х годах появился феномен под названием «Праздник Божоле-НУВО». Придумал его известный маркетолог Жорж Дебёв, он же крупнейший производитель Божоле. Совпадение? Не думаю. Период расцвета славы Божоле пришелся на 70-е и 80-е годы прошлого века. Дешевое вино из Гомэ лилось щедрыми реками и заполняло полки магазина. Некоторые торговцы и рестораторы щедро платили сверху, чтобы первыми получить долгожданные бутылки. А желающие отведать свежего молодого вина соревновались на аукционах заправа первой ночи. Вы сейчас сильно удивитесь, но самая высокая цена, которая была заплачена за Божоле – 1300 долларов. И это не за ящик, как вы могли подумать, и даже не за бутылку, а за бокал. Да, вам не послышалось. 1300 долларов за бокал столового вина с копеечной стоимостью. Впрочем, сегодня ажиотаж на Божоле-Нуво поутих. Во-первых, потребители стали разборчивее. Во-вторых, рынок заполнили вином из Нового Света, которые смогли обойти его по срокам. Климат южного полушария позволяет собирать урожай, когда в Европе еще зима, и продавать молодое вино уже в августе. Сами же французы всегда недолюбливали Божоле. И винные ценители в этом с ними полностью согласны. Так что же не так с этим вином? Рассказы по порядку. Первое. Божоле-Нуво делают по методу углеродного вымачивания или по научному карбонической мацерации. Ягоды не прессуют, а обрабатывают углекислым газом. В итоге их кожура лопается, и брожение начинается прямо в самой ягоде. Через 3-4 недели их прессуют и дображивают обычным способом. Такие вина, сделанные по быстрой технологии, отличаются простоватым вкусом. Второе. Вино отправляют в продажу практически сразу после розлива. В итоге оно не успевает стабилизироваться. Чтобы избежать порчи, в него добавляют больше диоксида серы, чем обычно. Кстати, про диоксид серы у меня есть отдельное видео. Жмите на эту ссылку, чтобы посмотреть. Третье. Божоле-Нуво не имеет потенциала хранения. Оно быстро скисает. Поэтому его не выдерживают в бочках и стремятся продать молодым. Кстати, по французским законам, начиная с марта следующего года, его уже запрещено продавать. То есть, божоле-Нуво нужно выпить в течение 3,5 месяцев. Как я уже говорил, и это четвертый факт, на вкус это вино слишком простенькое и поверхностное. Из него буквально выпрыгивают фруктово-ягодные ноты, в перемешку с тонами банана, клубники со сливками, а порой даже дрожжевого теста. Кому-то это нравится, но в целом может выглядеть довольно странно. Основные мои претензии к божоле, в нем нет структуры. Оно слишком резкое, кислотное, напрочь лишенное тонинов, а иногда бывает даже с газами. Напоминает чуть-чуть подбродивший компот. Впрочем, ничего удивительного, от вина, сделанного на скорую руку, не стоит ожидать ну слишком многого. Несмотря на все претензии к божоле-Нуво, продается оно фантастически успешно. В среднем каждый год 45 миллионов бутылок отправляются в 200 стран мира. И большинство из них успевает разойтись до начала марта. Значит, что-то в нем все-таки есть. А что? Вот я вам и скажу. Ощущение праздника. Из этих бутылок, подобно сказочному джину, льется дух торжества. И это так ведь необходимо нам с вами в холодном ноябре, правда? Кстати, есть мнение, что праздник божоле придумали, чтобы как-то развеселить людей и уберечь их от самоубийств. Статистика которых в ноябре самая адовая. Поэтому, если в винном отделе ваши руки потянулись к бутылке божоле-Нуво, ну кто я такой, чтобы вам запрещать? Здесь я хочу предостеречь вас от одного заблуждения. Далеко не все вина из региона божоле посредственные. Из этого же сорта гаме там в божоле делают вина уровня божоле-виллаж или крю-божоле. У них округлый аромат, бархатистый вкус, обволакивающий цветочно-фруктовыми нотами. Хранятся такие вина около трех лет, а некоторые крю, по словам Паркера и того дольше. Но позвольте спросить, вы из одного и того же региона и сорт винограда, такие разные вина, в чем отличие? В технологии. Она более долгая и сложная. Друзья, а теперь мне хочется спросить у вас, как вы относитесь к божоле-виллу и божоле-Нуво? Покупаете, празднуете 3-4 ноября? Или проходите мимо, не покупаясь на уловке маркетологов? Напишите мне в комментарии и помните, неправильных ответов здесь быть не может. А чтобы вы еще лучше усвоили информацию, я как всегда подготовил для вас подарок с основными фактами о божоле. Скачивайте его в описании к этому видео. И если это видео вам понравилось, и вы вдруг захотите рассказать об этом мне или ютубу, то для этого существует кнопка лайк, которую вам следует кликнуть. А чтобы не пропустить еще более интересных видео на этом канале, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, потому что вы знаете. Это совсем-совсем другой канал про божоле. Нет, не про божоле. А про что? Про вино. Правильно. Подписывайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова